В любой игре всегда есть соперник и всегда есть жертва. Вся хитрость вовремя осознать, что ты стал вторым и сделаться первым. Здарова бойцы, с вами как всегда Пламбер и я вас поздравляю с наступающими праздниками. Друзья, я вам желаю как можно больше сепишек и крепкого здоровья. Для того, чтобы наносить больше дамага противнику. Ну что ж, друзья, смотрите, впереди очень много интересного. И да, там будет розыгрыш, так что приятного просмотра и мы начинаем. Начало игры. Субтитры сделал DimaTorzok До точки сохранения 412 метров. До точки сохранения 320 метров. До точки сохранения 114 метров. В следующий раз это будут твои яйца, друг. Но давайте перейдем к самой главной новости на сегодня. Это выход китайской версии игры Call of Duty Mobile. Я не буду, друзья, все подробно рассказывать, что там появилось, какие ништяки. Это все вы можете увидеть в нашей группе ВКонтакте. Ссылка в описании, друзья. Там реально крутая группа, очень дружная. Так что кому интересно, можете зайти и посмотреть все эти новости от А до Я. Но мы поговорим частично. Почему выходит китайская версия намного лучше и схожа максимально с Warzone. Причем мы давно уже с вами обсуждали то, что игра будет похожа максимально на Warzone. И это случилось, но только вот в китайской версии. И когда это дойдет к нам? А это, друзья, дойдет к нам, ну может быть через месяц и то часть. Может быть через два месяца уже так немножко будет просветление. Но не сейчас, не завтра, не послезавтра, не через неделю. Все эти ништяки останутся вот там. Придут, да, частично, я ничего против не имею, частично придут к нам. Появится тот же лагерь обучения, такой как у Warzone. Появится тот же класс, который вот запускает собак вместо зомби. Появится новый транспорт, будет и джип, будет и грузовик, который есть в Warzone. Все то, что есть частично в китайской версии, будет переходить к нам. Но это будет не сразу, потому что я же говорю, у китайской версии было время на подотоку. То есть разработчики максимально готовили эту версию для того, чтобы привлечь ту аудиторию и удержать ее. Понимаете, мы уже с вами как донат. То есть у нас ништяки, это рулетка, это у нас ящики и так далее. Все ништяки у нас там. А у них пока месет первый боевой пропуск. Крутейший боевой пропуск. Ребят, реально крутейший боевой пропуск. В китайской версии. У нас такое, это только мечта. И та мечта, вон, пожалуйста, 10 тысяч CP и ваша мечта, как говорится, осуществится. Ну, вот как-то вот так. Что же дальше будет в глобальной версии? Ну, как, потихоньку будем набирать и брать, как говорится, изменения в графике. Брать новые классы, новые карты в сетевой. Ну, такого прям уж развития в 2021 году, в начале первые два месяца, я вам не обещаю. Чтобы прям вот фух, и мы вот все изменили полностью графу. Хотя, хотя, 14 сезон, ну, может, в принципе, удивит нас. Если взять то, что вот седьмой сезон максимально изменил королевскую битву, то, извините, уже семь сезонов прошло, у нас что-то новенькое. Так что посмотрим. В принципе, я думаю, 14 сезон может быть нас и удивит. Но не так, как вот китайская версия игры Call of Duty Mobile. Частично. Что так с нам придет? Вот. Так что едем дальше. Итак, что же нам ждать в новом году, друзья? Ну, первые два месяца это будут переходить все эти ништяки, которые сейчас есть в китайской версии игры Call of Duty Mobile. Дальше. Новые, как говорится, боевые пропуски, новые классы, новые навыки оперативника. Все это добавится в эти же два месяца. Дальше что нам делать? Ну, поиграли мы. Я думаю, где-то дальше все-таки будут очень серьезные изменения по поводу королевской битвы. В плане локаций. Не будут добавляться новые какие-то локации, потому что, ну, как бы половину локаций, которые есть в королевской битве, они сейчас не используются. Я думаю, максимально будет изменена карта, либо полностью ее заменят. Все-таки это будет лучшая идея, которая, может быть, повлияет на то, чтобы, опять же, вернуть ту аудиторию, которая ушла. По поводу рейтингов. Опять же, мы говорим о том, что будут изменены какие-то награды рейтинговые, либо какие-то ранги добавленные. Это тоже планируется. По поводу зомби-режима, друзья, о нем вообще сейчас, ну, разговор не идет. Я думаю, первые полгода об этом, ну, разговора вообще не будет. Ну, как бы будет, кто-то поднимает, там, вот, зомби-режим сейчас вернется, вот, что-то есть такое, но этого не будет. И, скорее всего, до октября этого не планируется. Будет какая-то, знаешь, надежда на то, что, может быть, какой-то вот второй год, вторая годовщина, может быть, опять вернут зомби-режим. Ну, вряд ли это будет, потому что, ну, вот, как-то дальше будет изменена физика игры. Я думаю, очень серьезно изменится графика игры. И рекомендую как-нибудь, наверное, те любители игры, немножко вот праздники, копите денежку на новый телефон, потому что в этом году очень изменится графа. Также, друзья, нас ждет очень много халявы. И одну из них я вам, бойцы, предоставлю. Я запускаю розыгрыш на два боевых пропуска. Результаты розыгрыша я, наверное, объявлю где-то числа 10-го, либо 11-го. Что вам нужно сделать? Обязательно быть подписанным на мой канал, обязательно на мою группу ВКонтакте, поставить лайчик этому видео, и написать лучшее пожелание в новом году, которое будет немножко выделяться на фоне других. Друзья, я вам желаю только побед, и я под этим видео выберу два лучших комментария, и эти ребята получат по боевому пропуску. Ну, вот такие вот новости, вот такая вот халява нас ждет в новом году. Ну, а я вам желаю, друзья, крепкого здоровья, больших успехов и побед в новом году. Ну, и, естественно, много сипишек не только в игре, но и в кармане. С вами был Пламбер. До новых встреч. Пока-пока. И, наконец, когда жертва начинает сомневаться, что соперник ей равен, на самом деле она сомневается в своих собственных интеллектуальных способностях. Но никто в этом не признается. Даже самому себе. Хорошо сыграл, Кейбл.